Когда начались носить деревянную одноэтажку на Самарской, рабочие и представить себе не могли, какие загадки скрывают стены старого дома. Тайник был тщательно замаскирован под подоконником. Оторвали прогнившие доски и оттуда выпали две металлические коробки. Когда все это открыли, в принципе, сначала вы даже не помните, что там находятся. Но потом, когда разглядели, смотрим, это заготовки, ну даже не заготовки, а уже готовые печати. Готовые клише с гербовыми печатями. Получается, в этом доме на Самарской жил мошенник, который занимался подделкой документов. Глава строительной компании Дмитрий Хмелев увлекается старинными вещами. Признается, клады в старых домах не редкость. Но даже его, опытного коллекционера, удивила находка на Самарской. Обычно прячут монеты, а здесь универсальный набор для изготовления практически всех важных документов. Человек, кто работал в сапограде, кто вырезал все клюши, это тоже некурстантная работа, это работа высокопрофессиональная. И все сделано очень грамотно. Готовы ребят, ну высочайший уровень. Год изготовления нелегальных печати определили точно, 1958-й. Куйбышев в то время был центром промышленности, городом, закрытым от посторонних глаз. А значит, представлял интерес для шпионов. Не исключено, предполагают краеведы, что тайник в доме на Самарской могла оборудовать иностранная разведка. 50-е годы, 60-е годы – это развитие Куйбышевской области, Куйбышевского региона. Здесь много разного народа было. В первую очередь, конечно, пришлого. Все-таки Великая Отечественная война, она, к сожалению, но по факту выбила колоссальное количество коренных жителей. Кто ходил по этим улицам в 1958 году? Простой жулик или шпион? Точно сказать мы не можем. Предположить можно одно – исчез он внезапно, ведь даже не забрал из этого дома тайник. А оставлять его по тем временам здесь было очень опасно. Что заставило его это сделать? Внезапное бегство или проблема с законом в истории Самары – свои загадки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Внезап Сlikе. Продолжение следует...